Ребята, всех привет, с вами Алексей. Сегодня выбрались его на такое поле, ехали по дороге, случайно увидели накатанную колею и заехали. С дороги его не видно, тут вот так все выкашу. Буквально 10 минут, вот первые находочки. Длинный мешок, какая-то опора такая и кусок вала. Там еще у брата попался какой-то такой лист, наподобие зеркала заднего вида, но слишком большой. И крышка от радиатора. Так что по холоде может что-то покрупнее попадется. В следующей находочке попалась вот от бараны, зуб вот этот кривой и часть от картофеля-копалки, от трясилки. Тут сколько их штук? Раз, два, три, четыре, пять этих двойных вот этих полосок, как они обычно по две попадаются. Ну нормально, увесистенько так весит. Да, нормально. Поле особо не копано. А там вот деревня, в которую мы все хотели попасть, но попасть-то туда можно пешком легко, но если железо накопаешь, оттуда его вручную, если только. А в этом году вот здесь была одна из дорог в эту деревню, оно все высохше, но мы уж сегодня туда не пойдем, сегодня на этом поле походим, а следующий выходной, если дождей не будет, то наверно туда наведаемся. Там металла прилично попадается. Мы там как-то были по монетам, металл не брали, но и не копали. Для них отвалы там регулярно попадаются. Сегодня вот ходим здесь. Здесь этот край не кошеный, там выше кошеный. Сигнальчики имеются. Вот здесь край поле. Вот здесь я нашел эту отбранилки. Вот там брат зацепил от картофелекопалки. Он еще что-то копает. Сейчас покажу, что он там. Мой брат еще зацепил кусок отвала. Где-то третья часть, но тоже увесистая находочка. Копаем дальше. Еще маленечко походили. Вот еще я нашел два лемеха брат, еще один лемех. Вот такие. Тут мелочь всякая попадается. В общем, почвы тяжелые. Такие полуглина, полупесок лемехов наломано. Даже не наломано, а на отрывано. С болтов срезано. Целые. Загнутые. В общем, кое-что попадается. Вот это. А то бывает, по полю ходишь, одна мелочь попадается. А тут более-менее. Выбил вот еще один ремешок с болтами даже оставшим. И диск от сажалки. И кусок троса еще. Петля ворвана какая-то. Пока сюда все обносили, вот такая кучка получается. Нормально где-то за час. Там внизу походили. Сейчас по верху здесь походят. Очень сложные. Так что запчасти должны отламываться были. У меня, короче, сейчас разрядился металлоискатель. Ищем одним. Ну, вдвоем ходим. Сейчас вот зацепил такой сигнал. Это, наверное, от дисковой бараны. Потому что больно толстая. Такая лепеха с держателем. Увесистая штука. Вот здесь лежала на таком переезде. И тут еще такие небольшие детальки попадаются. Такие вот всякие шестереночки. Гвозди какие-то кованы и здоровые. Еще скоба. Там стоял столб. Телефон, наверное. Там, короче, катанкаете от чашечек, штучки. В общем, всякое разное. Нормально. Килограмм 25 может будет. Сейчас пойдем еще поищем. Съездили домой. Подзарядились сами. Подзарядили металлоискатели. Часа полтора где-то прошло. Вернулись назад. Спустились на кромочку. Вот сразу первый сигнальчик. И опять целый лемешок. Уже со счету сбился какой сегодня. Пока с этого поля выходили, просто наверху нашли два лемеха. У кого-то выкопаны вот такие же. И наверху просто валялись. Может забыть, а может по монетам тут ходили. В общем, продолжаем копать. Что-то на улице стало жарковато даже. Время пятый час. Пару часиков походим. Еще посмотрим, что попадется. Продолжаю поиски. Тут такой переездик с поля на поле. Решил тут поплотнее поискать, потому что обычно на таких переездах всегда кое-что попадается из металла. И вот результат. В итоге нашел. Обломок какой-то. Один лемех целый, второй лемех целый. И непонятно какая-то агрегатина. Я тут. А тут вот такая. Не знаю, что такое, но метальчик падет. Всего-то пошел дождик. Радуга. Солнышко светит. Гром гремит. Брат нашел швеллерок. Такой где-то метр двадцать, наверное, длиной. На восемьдесят шириной, наверное, такой. Вот здесь лежал. Где лопата. Вот так вроде туча уже ушла, но дождь еще пока идет. Ну вот вся основная гроза, наверное, вот там где-нибудь сейчас будет. Вот туда ушла. Чуть-чуть прошла рядышком, а так бы выхлестала до ниточки. Продолжаем поиски. Вот сейчас выпала тарелка от бараны или... От бараны? Да, от бараны. Бараны. От окучника? Да, от этого, блядь. От плуга? Да. От дискового плуга тарелка выпала. Воплата штыковая, старинная какая-то. По мелочи еще много всякого попадается. Мы, короче, сейчас раскладываем по таким укромным местечкам. Завтра будем... Ну, не завтра, а на следующий выходной будем забирать. Потому что сегодня уже поздно. Оттуда какие-то звуки доносятся. Как будто корова. Хотя коров тут быть не может. Это очень далеко. Здесь коров быть не может. Стремно, может медведь где ходит. Вот оттуда. Ветер. Уже раза три слышали. Офигли ветер. Особо не прислушались. Пока ищем. Опять нашел такую штуку. Непонятные какие-то. Я не знаю, что это такое. Но чего-то. Типа вот эта ножа. Может бороздки какие делать. Точно не знаю. Типа вот эта штука у меня уже вторая попалась. И сюда возили навоз. Потому что попадаются транспортерные эти полоски. И угольники от них же. Крепежные такие. Продолжаем копать. Находочки потихонечку идут. Прячем в укромные местечки. Вот следующий находочный мешок. Какой-то вал. По мелочи тут колечки, крышечки, трубочки. Но довольно таки часто попадается. Не знаю уж сколько точек наложили. Не забыть бы в следующий раз. Все. Куда обложить. Ну как-то вроде склероза пока нет. Так что копаем. Кстати вот довольно много всякого на полях. Ну наверное из-за того, что почва такая. Полусуглина какой-то. Вот я сейчас лених нашел. Дыжечки закапываем. Идем дальше. Только что вот здесь показывал ямку. Закапывал. Выкопал лених. Снес вот туда под кустик. Под этот спрятал. Опа. Еще один мешок лежит. Правда у нас обломан маленько. Но ничего. Все под тот куст не понесу. Там еще одна кучка туда ближе будет. С виду как бы обычный куст. А там опа. И еще одна заначечка. Там два лемеха. Уголки от транспортерной навозной ленты. Какая-то непонятная железь на подобе лемеха попалась. Такая толстая. В общем. Заначки растут. Вот здесь довольно таки много сигналов. И такое добротное железо попадается. Не особо крупное. Но тяжелое. Как бы поле есть. Покопанное. Но металла довольно таки много. Не знаю сколько сегодня уже набрали. Оно разложено везде. Везде. А там опять кто-то орет в лесу. Такой звук. Похоже на корову. Но что-то я сомневаюсь, что это корова. Ай. Пойдем по горе. Пойдем. Туда обратно. Да домой. Ну вот выпала. Такая листовина. Ну такая не тоненькая и не толстая. Такая что-то средняя. Когда-то миллиметр три наверно было. Належал вот так. Но вот этот мешок пропался. Ну нет. Но все равно неплохо. Вся маленько под закопаем. Еще минут тридцать походим. Будем закругляться наверно. То есть это какие-то звуки напрягающие. Вот на сегодня наверное последние находочки. Болты, прутки, всякие арматуры. И два лемеха. Вот это практически не изношенный. Ни грамма лемех. А вот это хорошо поработавший. И вот столько не хватает. Вот. Ну тут может нос маленький отломан. А дальше вот сточено столько. По ширине сантиметр сточен. И вот тут нос так закругливший. Вот такие лемехи. Вот это усиленный лемех с ребром. Самый мощный и самый тяжелый. Пять с чем-то килограмм целиковый весит. Получается по нынешним расценкам, что один лемех вот такой целый на 100 рублей. Получается. Сейчас, короче, ложим в кусты. И на сегодня все. А то какие-то тут звуки странные. Топот, блин. Топот какой-то. Как мычание коровы. Хотя коровы тут навряд ли. На этом, короче, все. Всем пока.